Всем привет! Вы на канале Повезушки с Танюшкой. Сегодня я спешу к вам с влоговым видео, покажу вам, что я сейчас вяжу и расскажу немножко новостей. Если вам интересно, то оставайтесь вместе со мной. Начать я хочу с процессов, которые у меня сейчас в работе, и покажу вам платье, на каком оно сейчас у меня этапе. Платье я вяжу из пряжи Alize Ombre Bella Batik. Вот так выглядит этикеточка. Остался практически у меня темно-синий цвет, здесь немножко еще осталось светлого. Ну, сверху, конечно, чуть-чуть еще темнее цвет. Не знаю, дойду я до него или нет. Провязала я еще 20 рядов от маркера. Вот так выглядит у меня прибавление по бедрам. И вот столько я уже провязала на такую длину. Буду также продолжать вязать. Скорее всего, мне нужно еще провязать 20 рядов. И затем я примерю платьице и приступлю к вязанию резиночки. Как смотрится платье мне на данном моменте все нравится. Росток по спинке, небольшие рукава. Ну и когда свяжусь, сделаю фотографию, покажу вам, как смотрится платьишко на мне. Но я думаю, в следующем отчете еще будет также продвижение. Переход пряжи от оттенка к оттенку идет достаточно плавно. Как помните, я вам говорила, что я отсоединяла пряжу и вязала рукавчики. Поэтому, когда я перешла на вязание тела, этот вот стык немножко видно. Вот слишком светлый уже идет вот такая пряжа. Можно было остановиться все-таки на изнаночном ряду и перейти на вязание рукавчика. И потом уже от стыка вязать, чтобы это было не так заметно. Но, в принципе, и так смотрится неплохо. Буду вязать дальше и затем буду показывать вам свои продвижения по платью. Меньше всего мне получилось провязать кардиган, так как я остановилась на том моменте, где мне нужно уже записывать мастер-класс по данному кардигану. Нужно сделать расчеты и приступить к разделению полочек и спинки. Я провязала. Получается, всего один рапорт рисунка мне оставалось до этого момента провязать. Я его провязала и жду подходящего времени, чтобы начать записывать мастер-класс. Так как я болела сама и также у меня заболела младшая дочь, не было возможности уделить этому процессу. И, соответственно, не было возможности записывать мастер-класс. То мы дома находились, то у меня голос был такой не очень, то вообще было самочувствие плохое, поэтому не хотелось ничего вещать на камеру. Буду вязать. Достаточно такое длинное полотно уже получилось. Как я и говорила, я вязала на длину, чтобы кардиган прикрывал попу. Не вязала не очень длинный и коротким тоже его не делала. Поэтому вязала достаточно долго, так как спицы тонкие номер 2 и пряжа тонкая в 50 граммах 200 метров. Буду вязать, записывать мастер-класс и также в следующем отчете покажу вам свои продвижения. Следующее, что я вам покажу, я покажу топ. По топу я также планирую выпустить мастер-класс. Как вы помните, я связала все тело, и у меня осталось совсем чуть-чуть пряжи, и я не знала, что мне делать с рукавчиками. Я заказала пряжу на Валперис. Мне нужна была пряжа белая, а мне пришла вот такого непонятного молочного оттенка. Хотя, когда вечером я смотрю на эту пряжу, да, и прикладываю к топу, пряжа, в принципе, кажется одинаковая. Но при дневном свете отличие колоссальное. Ну и, конечно, я стала думать, что у меня два вот таких вот моточка осталось, ну, чуть побольше вот такие были моточки. И я думаю, уже распределю эту пряжу на рукавчики, и буду вязать из того, что осталось, короткие рукава. Но мне хотелось, конечно же, чуть длиннее провязать, не до локтя самого, но, тем не менее, не совсем такие подстрелянные рукавчики. Поэтому, думаю, начну вязать, посмотрю примерно, насколько мне рядов хватит. У меня здесь получилось, что я остановилась на пол-рапорте, и мне оставалось довязать пол-рапорта. Я думаю, довяжу пол-рапорта и провяжу резиночку, и сделаю закрытие. Но каково мое было удивление, девочки, когда мне Бог послал мое спасение, я даже об этом и перестала думать, что я смогу эту пряжу где-то найти, потому что я смотрела в интернет-магазинах белорусских, и получается, что в наличии есть такая пряжа, но именно белой пряжи нет. Есть молочная, есть цветная, красная, синяя, любая, но белой нет. И каково мое было удивление, мне написала моя волшебница, моя фея, Галя, которая прислала мне вот эту пряжу беленькую, Ланосу. Она прислала мне один моточек, она написала, что у нее есть эта пряжа, и она готова мне ее прислать. Галя, я знаю, что ты меня смотришь, поэтому, Галечка, спасибо тебе огромное, что ты меня выручила. Не знаю, что бы я без тебя делала. И плюс ко всему, она прислала два моточка пряжи, чтобы остаток, который у меня будет, я смогла также пустить в расход и связать, например, еще один такой топ. Поэтому мне теперь хватит довязать топ, и хватит еще на один топ. Если сравнить с этой пряжей, которую я покупала, можно видеть, это на Валберес, это прислала Галя. Вот поэтому я извязала свой моточек, который у меня оставался, и мне хватило на один рукавчик. Я, как видите, вязала не совсем вот так вот короткий, а провязала немножко, еще, правда, не отпаривала этот рукав, и получилось, что мне хватило довязать пол рапорта и связать еще два целых рапорта. И провязала резиночку. Теперь я буду переходить, начинать с нового мотка, так как мне вот этого не хватит. Вот я разделяла данную часть, которая у меня оставалась, и получается, что мне одного вот этого моточка, то есть половина того, что у меня оставалось, мне хватило провязать только вот эту часть. Мне не хватило на резинку. Резинку я уже вывязывала со второго мотка. То бишь, если бы у меня не было вот этой новой пряжи, которая мне пришла, мне бы хватило провязать два рукава коротких, сделать, довязать раппорт рисунка, возможно, сделать даже еще пол раппорта рисунка и связать резиночку. Но лучше будет так. Так как у меня топ не широкий получается, а приталенный, поэтому я не люблю в таких топах широкие рукава. Для любителей можно удлинить, конечно же, рекламную линию. Она опустится ниже подмышечной области, и таким образом будет и рукав широкий, и само изделие будет широко. Возможно, я второй топ свяжу, сделав чуть-чуть длиннее регланную линию на пол раппорта, и свяжу такой более широкий вариант. Мне более чем хватит, потому что на рукавчик мне нужно грамм 10, ну и останется у меня 190 грамм на второй топ. Посмотрю еще, буду ли я вязать данным узором, либо же я свяжу, подобрав другой узор. Ну, узор мне очень нравится, такой нежный, воздушный получилось полотно, так как ниточка тоненькая, и вязала я в одну ниточку. Буду сейчас поднимать петли для второго рукава, все расчеты у меня готовы, рукавчик один связан, поэтому по этим данным я буду вязать на камеру мастер-класс по рукавчику. Ну и, в принципе, мне останется сделать ВТО и отпарить изделие. После ВТО, конечно же, еще немножко полотно потянется. Ну и, скорее всего, в следующем видео вы уже увидите готовый результат. Ну, раз я уже начала разговор с этой пряжей, кроме пряжи двух моточков влоноса Катанакс, Галя мне прислала еще вот такие милые божьи коровки. Здесь они, несколько штучек, три штучки идет на такой вот спененной основе наклейкой, и таких вот три божьи коровки. Они также объемные, просто на клеевой основе. Очень такие маленькие, красивенькие. Галя, спасибо тебе большое! Но в посылке был подарок для моей дочери. Галя меня предупредила, что отправит мне кое-что в подарок. Но каково было мое удивление, когда я достала и там целых два пакета. Два пакета игрушечек, которые Галя делает сама, вяжет. Мы с дочкой были в полном восторге от такой красоты. Вот такой зайка, связанный с любовью от Гали. Очень милые глазки, носик, ушки, хвостик, такой миленький носик. Игрушечка супер! Я не знаю, как мне удалось еще упросить мою доченьку снять видео, она хотела уже вчера все растащить, но я говорю, милаша, я сниму, запишу видео, и потом тебе игрушечки отдам. И вот когда она сегодня в садик собиралась, она сказала, мама, ты сегодня запиши, пожалуйста, про игрушечки, и потом, говорит, я приду, буду с ними играть. Я ей пообещала, что хорошо. И вот, хочешь не хочешь, но пришлось снять для вас это видео, показать, ну и чтобы ребеночек радовался. Вот такой мышонок с хвостиком. Тоже здесь глазки в такие бусинки. Наверное, с креплением. Я так думаю. Вот такой мишка. Лапки, хвостик. Здесь тоже маленький такой носик. И глазки. Средняя дочка, кстати, тоже сказала, хочет вот такую собачку взять, себе куда-то подвесить. Сделанные они в виде брелочков. Можно и на собачку прицепить. Собачка такая милая. Мама сказала, что возьмет себе вот такого толстого кота. Смотрите, какой интересный. С хвостиком, с лапками. Тоже глазки вставные. И вот такой милый зайчик. Тоже как брелочек. С ушками. С лапками, с хвостиком. И это еще не все. Вот такой милый зайка. Очень красивый. С сердечком, с бантиком. Как свадебный вариант такой. Очень милый. И моя любовь. Больше всего мне понравилась. И очень хочу, конечно, сберечь его и оставить себе. Посадить у себя в рукодельной комнате на стеллаже на своем. Посмотрите, какой милый зайка. Тоже глазки здесь вот такие красивые. Носик. Все вышит аккуратненько. Ушки, лапки, хвостик. Даже два цвета на мордочке и ушки. Ну, с двух цветов. Очень красиво. Галя, спасибо тебе огромное. Вот это, это вообще я не знаю. Все игрушечки. Чувствуется любовь такая. Нежность. Доброе сердечко. Все-таки хендмейд вещи, которые созданы своими руками, передают тепло души, нежность, заботу какую-то. Я не знаю. Для меня это очень дорого. Напишите, как вам. Нравятся игрушки ручной работы? Или все-таки больше нравятся покупные? Как такую красоту можно не любить? Галя, спасибо тебе еще раз огромное. От меня и от моих девочек. Ну и осталось мне показать вам еще один проект, который я начала буквально в понедельник. Мы с девочками стартовали 23 сентября и начали вязать ажурный джемпер, который у меня связан был в проекте старты 5 за 5. И я за компанию решила связать еще один такой джемпер, но уже из другой пряжи. Там я вязала джемпер из хибра натуры папируса. У меня было в наличии 10 мотков, 4 моточка осталось, соответственно, 6 ушло на джемпер. И я решила все-таки сделать небольшие изменения. При этом там увеличилось количество петелек, поэтому мне 4 моточка точно бы на этот джемпер не хватило. Докупать я не стала, так как поняла, что это бессмысленно. Все равно партия от партии отличается, и все равно будут отличия. И проще уже заказать снова 10 мотков. Я посмотрела на Валберис продают по 5 мотков, а это надо взять 2 пачки, 2 упаковки. Я решила все-таки не тратиться, посмотреть то, что у меня есть дома в наличии. Благо, что у меня пряжи достаточно разных составов, метража, и я решила все-таки даже не по метражу смотреть, а по структуре пряжи, какая мне больше нравится в полотне при вязании спицами номер 4,5 или 5. Я связала образец, мне понравилось, и я остановилась на этой пряже. Сейчас я покажу, из какой я пряжи решила вязать джемпер. Я вам показывала вот эту пряжу, которая мне пришла в молочном оттенке. Я решила взять ее. Хотя изначально я взяла пряжу Ализе Белла. Тот джемпер, получается, я вязала из пряжи в 50 граммах 120 метров. Все знаете, что Ализе Белла, она тоньше пряжи, здесь 180 метров. Поэтому мне пришлось разбавить эту пряжу, и я решила взять Ланоса Катанакс. То есть я прибавила к этой пряже тоненькую вот эту ниточку, и как раз у меня примерно получилось в 50 граммах 120 метров. Эта пряжа хлопковая, а эта пряжа 50 хлопок, 50 акрил, что даст, конечно же, наилучшую эластичность резинки, не будет так растягиваться, немножко будет удерживать петельки. И взяла я для вязания спицы номер 3,5 для резинки и номер 5 для основного полотна. Потому что я хотела повторить тот же эффект. Пряжа, получается, хлопок с шелком. Это папирус, которая, она более такая легкая, воздушная, струящаяся, поэтому мне хотелось создать тот же эффект именно на основном полотне. Я соединила две эти пряжи и стала вязать. Вязала я вечером, получается, я связала резиночку, затем перешла на основное полотно. И провязав уже рядов 25 основного полотна, я поняла, что, не пойми откуда-то, появляются коричневые пятнышки. Сейчас я вам покажу. На данный момент я уже провязала достаточно много. Вот я провязала саму резинку. Она достаточно эластичная по сравнению с обычной хлопковой пряжей. Даже та пряжа с шелком, хлопок-шелк, она не такая тягучая. И при смешивании, получается, белой пряжей и вот этой молочной, получается не такой уже желтый оттенок. Как выглядит данное полотно, мне, в принципе, нравится. Провязала я на данный момент 54 ряда. По мастер-классу, получается, нужно провязать 60 рядов, но я буду, скорее всего, вязать еще длиннее рядов на 5 или 10. Посмотрю еще потом, когда буду примерять. Так вот, начала я вязать и поняла, что у меня где-то... Ну, я провязала 24 ряда, но получается, где-то вот в этом месте и вот в этом месте появились какие-то пятнышки. Я сначала не поняла, что это за такое. Где-то у меня здесь тоже проскакивал такой момент. Ну вот, например, не знаю, на камеру не видно. Такое коричневое что-то. Ну, короче, мне пришлось распустить рядов 14, дабы мне убрать эту грязную нить. А ниточка была, получается, в одном месте. Вот такая, видите, коричневая. Это получается не мусоринка, а это так закрашена нить. Либо это брак такой получился. Вот, смотрите, вторая. Это мне приходилось все распустить, отрезать вот этот кусочек нити, нить связать и продолжить вязать. Это два у меня кусочка. Вот третий кусочек с такой же коричневой штукой. И вот в мотке была еще вот такая часть. Тоже пришлось отрезать коричневая. И вот здесь тоже часть вот такая коричневая. Сейчас я выбрала моточек. Вот, смотрите, он вроде как весь чистый. Но давайте пройдемся к двум оставшимся моткам. И я смотрю, вот смотрите, вот тоже торчит коричневая. Вот коричневая часть. Вот. Это все придется обрезать или отматывать, выбрасывать. Именно вот эти части коричневые. Не знаю, или это грязная. Нужно попробовать было отстирать. Но почему грязная не вся пряжа, а именно одна ниточка. Вот с этой стороны тоже такой какой-то брак. Желтый. И вот тут получается под этикеткой вот. И вот нить, и вот, и вот, и вот, и вот. С чем это связано, не знаю. Но буду надеяться, что это только здесь сверху. Потому что в том моточке это было практически в середине. И я этого не видела. Ну, посмотрю, сколько-то нити. Возможно, сразу все обрежу, вот эту верхнюю нить. И продолжу вязать. Если мне не хватит пряжи на этот джемпер, то Ализабелла на Валберес есть в наличии. Закажу там. Надеюсь, что не будут желтые мотки. А то придется потом разбавлять по-другому. Белый брать Катанакс. А эти будут желтые. Ну, скорее всего, было и будет беленькая. Ну, я думаю, что мне хватит. Потому что здесь получается 180 метров. В той пряжи было 120. У меня 4 мотка. Даже практически 5 мотков есть в наличии. Ну, и плюс вот это. У меня тоже 2 мотка. Я думаю, даже одного мне хватит на весь джемпер. Ну, и по джемперу, что я могу вам сказать. Буду вязать. Как видите, даже в белом цвете смотрится красиво. Хотелось мне такой нежности. Именно белый джемпер связать. Не знаю, почему. Мне очень нравится белая одежда. Я помешана. Скупила бы все, что белое. Белые платья, белые джемпера, белые штаны, белые джинсы, белые майки. Мне все очень нравится белый. Конечно же, это не очень удобно. В ежедневной носке все уморается. Ну, и также можно все это хорошо отстирать при желании. Поэтому буду вязать с девочками. Более 100 человек, кстати, в чате у нас, в телеграме. Ссылочку на телеграм я также оставлю. Если вы хотите, можете еще присоединиться к нам. Я сбросила расчеты по резинке и по основной части сейчас девочки вяжут. Проект у нас будет бессрочный. То есть все данные по этому джемперу останутся там навсегда, я думаю. И кто в этой группе находится, сможет в любой момент начать данный джемпер вязать. Ну, конечно же, хотелось бы, чтобы из 100 человек хотя бы 50 человек вязала. Но, как и всегда, почему-то так не происходит. Вяжут, наверное, человек 10. Надеюсь, девочки ждут еще пока пряжу. И обязательно к нам присоединятся. Потому что не очень хочется сейчас выкладываться. И тоже я затрачиваю свое время и силой делаю отдельное описание по каждой части. Все подробно расписываю, разъясняю. Кому что непонятно, на вопросы все отвечаю. Поэтому очень бы хотелось принести пользу, а не просто потратить в пустое время. Поэтому, девочки, кто желает, присоединяйтесь. Я вязала на 42 размер. Описание было на 46 размер. Но девочки брали и другую пряжу по составу. И, соответственно, по своим меркам и по плотности пряжи высчитывали петельки. Если кому что-то непонятно, я все помогаю и объясняю. Ну, наверное, у меня на этом все. Всем огромное спасибо, что посмотрели мое видео. Если вам все понравилось, то ставьте пальчики вверх. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok